Уважаемые коллеги, здравствуйте. Интерес к применению технологий искусственного интеллекта в медицине, биотехнологии, фармацевтике в организации здравоохранения растет с каждым годом. Эти технологии позволяют повышать эффективность практического здравоохранения, возможно, позволят нам снижать количество, число врачебных ошибок, снизят количество врачебной рутины, немножко освободит врачей от того, что нам необходимо бесконечно заполнять документацию, ввести огромное количество бумаг и так далее. И позволяет, наверное, может быть, это самое главное, использовать и анализировать огромные, большие данные в научных исследованиях. И вот, готовясь к этой передаче и читая информацию про искусственный интеллект в медицине, я обнаружила, что в 2022 году в Евросоюзе был одобрен первый в мире продукт на основе искусственного интеллекта, которому разрешили выносить врачебные решения полностью автоматически, без участия врача. То есть, по сути, искусственный интеллект получил разрешение на замену врача в принятии клинических решений. И поэтому, несмотря на то, что наша передача называется «Гастроклуб», но мы с вами стремимся быть врачами современными, образованными, идти в ногу со временем. И я решила сегодня поговорить об искусственном интеллекте в медицине. Мне кажется, это очень важная такая область. Мы сейчас стоим на пороге, а может быть, уже и перешагнули каких-то революционных изменений в науке и в медицине благодаря искусственному интеллекту. И я пригласила сегодня поговорить об этом ко мне в студию двух экспертов. Первый – это человек, который давно и очень глубоко занимается искусственным интеллектом. Это генеральный директор группы компании «ЦРТ» Дмитрий Викторович Дырмовский. Здравствуйте. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер всем. Сейчас я представлю Сергея Владимировича Кашина, который уже много раз был у нас в студии. Это человек, который имеет непосредственное отношение к использованию искусственного интеллекта именно в практической своей деятельности. Это заведующая отделением эндоскопии Ярославской онкологической клинической больницы Сергей Владимирович Кашин. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Так, ну, наверное, я пока предоставлю слово Дмитрию Викторовичу, и мы поговорим о каких-то ключевых моментах искусственного интеллекта. Но первое, что я хотела бы у вас спросить, во-первых, большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам, потому что я знаю, что вы очень заняты, и, в принципе, это было сложно. Давайте мы поговорим о том, чтобы наши зрители понимали вообще, кто вы и чем вы занимаетесь, что такое вот эта группа компаний «ЦРТ», чем вы занимаетесь вот в области, может быть, медицины и вообще, в принципе, искусственного интеллекта. Очень нам интересно знать историю развития, как вот наверняка, это же начиналось не с искусственного интеллекта, да, а как вот мы пришли к этому всему сейчас в настоящее время. Слово вам. Да, давайте, с вашего позволения, возьмем кликер. Еще раз добрый вечер, дорогие коллеги, дорогие друзья. Действительно, тема искусственного интеллекта, наверное, в этом году перепрыгнула все другие технологические истории, и, конечно, во многом способствовало этому появление такого большого тренда и открытие, на самом деле, новое прочтение больших языковых моделей, в частности, вот, наверное, все слышали про чат GPT, сейчас есть российские модели, такие как Гигачат от Сбера, и это, конечно, подстегнуло во многом интерес и у простых пользователей, и у различных профессиональных сообществ, в том числе в медицинском, еще интерес к искусственному интеллекту. Хотя сам к себе искусственный интеллект, ему уже много-много лет, родился еще в прошлом столетии. Ну, коротко про ЦРТ, да, вы спросили. ЦРТ – это компания, которая образовалась еще в 90-м году в далеком Санкт-Петербурге, образовалась как такой научно-практический центр, и коллеги, которые стартовали, открыли компанию, стали перед собой задачу формирования новых продуктов на базе технологий. Да, тогда, конечно, не было таких технологий, как есть сейчас, но, тем не менее, вот эта вот история с распознаванием речи, с синтезом, с обработкой сигналов, она уже тогда стартовала. Давайте мы поясним, что ЦРТ – это расшифровалось как центр речевых технологий. То есть что-то было связано с речью. Ну, конечно, сейчас связано. Изначально компания называла центр речевых технологий, сейчас она так называется. Сейчас мы используем сокращенную аббревиатуру ЦРТ, поскольку мы уже давно ушли за рамки только речевых технологий, мы занимаемся и обработкой видеоизображений, акустических сигналов, и больших данных, и просто изображений, и лицевая биометрия. То есть на сегодня у нас более 5000 разных проектов по всему миру. В штате компания порядка 700 сотрудников, причем из них 80 человек – это ребята, которые занимаются исключительно как раз искусственным интеллектом, глубоким машинным обучением. У нас в составе компании свое научное подразделение. В нем порядка 16 докторов и кандидатов наук. Плюс мы очень плотно работаем с вузами. В частности, у нас есть базовая кафедра в университете ИТМО. Это, наверное, один из ведущих вузов и в стране, и в Петербурге как раз по программированию, по искусственному интеллекту. Достаточно давно у нас там открыта базовая кафедра, и мы очень плотно взаимодействуем с академическим сообществом. Ну и если говорить о том, что мы делаем, это несколько групп таких больших направлений. Это решения для работы с речью в контакт-центрах, дистанционного обслуживания, различные роботы, аналитики и так далее. Второе большое направление – это видеобиометрия, безопасный город, унификация по лицам. Третье направление – это все, что связано с обработкой речи, в частности, с медициной. Я думаю, дальше мы до этого дойдем. Ну и, конечно, много разных новых направлений, связанных и с биометрией и так далее. Ну и что важно, что мы всегда проверяем уровень наших технологий, сравниваем вообще, кто мы есть в мире. И как раз по нашей тематике это достаточно просто, поскольку, допустим, по биометрии или по распознанию речи проводятся международные конкурсы, этакие олимпиады. Можно их сравнить с олимпийскими играми, где участвуют все лучшие мировые команды. И вот можно сказать, что и констатировать, что сейчас мы являемся действующими чемпионами мира, например, по голосовой биометрии. В 2021 году был последний. То есть наши программы лучше всего распознают голос? Наша технология распознавания, вернее, голосовой биометрии, которая узнает человека по голосу. Они на данный момент лучшие в мире. Мы выиграли конкурс НИС, там участвовали компании достаточно серьезные и из китайских университетов, и университетом IT, небезызвестный, американский. Поэтому достаточно хороший технологический задел, созданный в компании, много продуктовых направлений. Конечно, медицина для нас тоже является одним из очень важных и социально значимых, и важных ментально, и психологически. И ребята, кто работает и внедряя технологии в медицине, они всегда очень заряжены, поскольку это важная для нас всех отрасль. Поэтому мы, конечно, с огромным уважением относимся ко всему врачебному сообществу, к врачам, ну и как бы ставим себе такой миссией, как бы внести свой вклад в ваше благородное дело, чтобы сделать его немножко проще, удобнее и быстрее. Спасибо. Ну вот сегодня наша с вами задача, как раз поскольку врачи, это достаточно консервативное сообщество, мы так с большим трудом двигаемся. Ситуация меняется. На самом деле интерес очень большой к технологиям. Мы благодарны коллегам за этот интерес, в том числе, вот видите, ваша программа тоже об этом уже говорит. Ну вот, поэтому мы, мне кажется, должны объяснить на каком-то очень простом языке интересующимся врачам, все-таки, что это такое? Что такое искусственный интеллект? Да, что такое искусственный интеллект? И мы знаем, ну уже, наверное, все наслышаны, что искусственный интеллект всегда, когда мы о нем говорим, всегда появляются такие big data слова, машинное обучение, вот эти вот большие данные. Глубокое обучение. Вот эти фразы для нас, конечно, они абсолютно непонятны, но хочется, чтобы мы тоже как-то стали что-то в этом понимать, поэтому вот к вам первый вопрос, что же все-таки такое искусственный интеллект, и что значит все вот эти вот цены? Давайте, да, я попробую, действительно, таким, наверное, очень простым языком, просто о сложном, да, как говорится, я вот приготовил несколько слайдов с вашего позволения, я их покажу, да. Пожалуйста, пожалуйста. Да, собственно говоря, ну вы же много говорили про актуальность искусственного интеллекта, ну давайте, значит, по порядку. Сейчас, конечно, термин искусственного интеллекта, еще раз повторюсь, был придуман еще в прошлом веке, в 60-е годы, и искусственным интеллектом принято называть способность технологии обучаться, свойства компьютерных программ, или технологий, или машин, обучаться, принимать решения и имитировать выполнение функций человеческого мозга, да, то есть повторять, как бы, те когнитивные способности, которые есть у человека. Это, как бы, общий термин, при этом нужно понимать, что вот в современном прочтении, да, вот на слайде видно, да, что, как бы, с 50-х годов технологии развивались, если изначально это было просто обучение по правилам, когда просто задавались определенные правила, если А, то делай Б, если Б, то делай С, и так далее, в принципе, это тоже уже было, как бы, неким определенным, как бы, определенными технологиями, и какие-то эффекты... Это просто алгоритм. Ну, это алгоритм, да, но, в принципе, это уже был искусственный интеллект, поскольку он в какой-то мере имитировал, как бы, нашу возможность, да, принятие решений и так далее. Дальше, собственно говоря, как раз вот в середине 80-х годов уже появляется такая история, как машинное обучение. Это уже некий математический аппарат, который позволяет не строить, не прописывать правила, да, если А, то делай Б, позволяет обучать машину определенным данным, и дальше, как бы, после правильного обучения система сама уже принимает решения, да, то есть это вот, как бы, технология машинного обучения. И, собственно, дальше уже пошло развитие, появились нейронные сети, появилось глубокое обучение, это сложные нейронные сети. Давайте я по-брату расскажу, как это, в принципе, вот на пальцах, как это работает. Смотрите, для любого искусственного интеллекта, да, для любой модели очень важно, собственно говоря, сначала нужно обучить модель на каких-то данных, да, и дальше, собственно говоря, после этого мы получаем модель, которую можно использовать, внимание, на слайде, да, можно использовать для работы. Как это работает? Для любого обучения, собственно говоря, необходимо большое количество входных пар, да, то есть, собственно говоря, это очень похоже на то, как мы обучаем ребенка, да, например, рождается ребенок, он ничего в этом мире не понимает, вы показываете ему лошадку, говорит, это лошадка, потом показываете лошадку в книжке, потом показываете ее в мультике, по телевизору, желтую лошадку, синюю, живую, неживую, там, мохнатую, плюшевую, ну, через какое-то время, там, да, ребенок, в принципе, узнает лошадку, в той лошадке, которую он никогда в жизни не видел. Примерно так работают и нейронные сети, да, то есть, вы показываете вместо лошадки, ну, вот в данном случае пример из как раз вот области эндоскопии, да, это, условно говоря, опухоль, либо это какая-то патология, либо это, наоборот, хороший участок, и вам необходимо огромное количество, десятки тысяч таких пар. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Это вот как раз и называется big data, да? Это как раз называется обучение, да, ну, big data, да, чуть-чуть больше мы к этому придем, понятно, что как бы для того, чтобы обучить сетку хорошо, нужно много-много данных, а big data это некая наука о том, как эти данные хранить, обрабатывать, накапывать и так далее. Собственно говоря, и вначале разметка выполняется руками, то есть должен сесть, например, ну, в нашем случае врач, который должен сказать, это патология, это норма, патология норма, желательно описать, как бы, и собрать огромное количество подобных снимков, ну, или там лошадок, да, в нашем понимании, огромное количество вот этих вот примеров той или иной истории. Собственно говоря, дальше, так же, помимо прочего, собираются некие независимые пары, да, для тестов, для того, как бы, делается некая выборка, на которой мы потом будем тестировать, на что он говорит, он у нас обучился или не обучился, да, некие такие у нас лошадки в загашнике, да, которые мы будем показывать ребенку и понимать, он узнает или нет. Машина, она не воспринимает изображение так, как это делаем мы с вами, да, как бы, для компьютера изображение некий массив чисел, который, как бы, представляется единичкими ноликами, собственно говоря, и вот этот вот огромный набор изображений или единичных нолик мы, собственно, сгружаем и говорим, это хорошо, это плохо, эта патология такая-то, это такая-то. Дальше, собственно говоря, проходит само обучение, да, значит, мы сначала дали, как бы, первичное обучение, дальше подаем различные новые-новые снимки и смотрим, как система реагирует, допустим, мы даем патологию, она говорит, нет, это норма, мы говорим, нет, это была патология, и, как бы, меняем ей определенный вес в модели, потом говорим патологию, мы говорим, ну, прекрасно, значит, это патология, все, значит, согласились. И, тем самым, как бы, выстраиваем вот эти вот, как бы, вот такой некий пример слоев нейронной сети, собственно, делаем-делаем много интеракций до тех пор, пока нас не устраивает результат, пока, в принципе, с очень большой вероятностью система, которую мы обучаем, как бы не умеет... То есть, на начальном этапе обучения машины все равно нужен человек. Абсолютно точно. А потом она начинает обучаться. Конечно, то есть, в любом случае, для того, чтобы, в принципе, стартовать какое-то обучение, ну, так же, как ребенок не может сам по себе приличить лошадку, нужна мама, папа, бабушка или дедушка, кто будет говорить, это лошадка, а это ослик, да, а это снова лошадка, а это снова ослик, как бы, не ошибайся, да, или там вот, если ты угадал, значит, и конфетку, да, то есть, ну, я уж, не знаю, прошу прощения за такие примеры, как бы, а если не угадал, ну, значит, как бы, постой в углу, грубо говоря. Ну, примерно то же самое мы делаем с нейронной сеткой, только в нашем случае мы изменяем веса, как бы, да, и поощряем таким образом модель. Ну, все, собственно говоря, привели обучение, это очень важный, часто очень долгий этап. И здесь, конечно, как бы, в нейронных сетях, как говорят разработчики, очень важно, то есть, качество данных, на самом деле, определяет все. Если у вас много качественных данных, даже имея не очень, как бы, продвинутые сетки, вы получите хороший результат. Имея очень мало данных или плохие данные, даже имея супер, как бы, передовые архитектуры и так далее, скорее всего, у вас будет результат не очень. Как бы, данные в нейронных сетях, в машинном обучении определяют все. Собственно говоря, обучили модель, смотрим, хорошо отделяет лошадок от осликов, патология от непатологии, фиксируем модель, как бы, да, фиксируем веса, все, собственно, и дальше эта модель, как бы, некая математика, она уже просто упаковывается в виде такого компонента и внедряется в ту или иную программу. Например, программа, которая позволяет обрабатывать медицинские снимки, или, там, вот, в нашем случае это распознавание речи, или видеобиометра и так далее. Дальше есть много-много разных историй, как бы, мы, наверное, не будем туда погружаться, я их на экране представил, да, есть обучение с учителем, это когда мы обучаем, и все время идет обратная связь, без учителя, там, с обратной связью, с подкреплением, ну, это такие уже детали, да, которые специалисты более глубоко, собственно говоря, определяют. Ну, и вот, на самом деле, по сути дела, вот еще, кстати, тоже слайд, это вот на примере анализа образований на коже, да, как это, в принципе, работает уже потом, да, то есть, в пользователь присылает фотографию, или просто какой-то системой делается фотография, далее, дальше стоит некая простая модель, которая определяет, вообще, это фотография кожи, да, или это, там, условно говоря, собачка, да, кто-то прислал, пошутил собачку. Собственно говоря, дальше идет некое улучшение качества фотографии, да, его расширение, там, может быть, какие-то фильтры, сегментация, как бы, ну, и дальше идет уже модель, и в конце классификации, это как раз, вот, собственно говоря, нейронная сетка отрабатывает и говорит, что там 95% это там то или иное образование. На выходе ответ, который получает врач или пользователь и так далее. Ну, вот, наверное, вот так все. Дальше это все усложняется, как бы, различные, есть куча разных архитектур, ну, и, конечно, вот, как бы, такой, скажем, прорыв последнего, последнего года, это вот так называемые большие языковые модели, или LLM. Это модели, которые обучены на огромных, прям огромных-огромных корпусах текстов, да, огромное количество текстов, и получился такой интересный эффект, так что, ну, и раньше обучали на текстах, там, на каких-то, там, других, там, историях, но получилось, что после какого-то определенного момента, плюс правильная архитектура трансформировала, получилось, что модель стала не просто, скажем так, отвечать на какие-то вопросы, у нее еще получилась функция, то есть она может, фактически приблизилась к эксперту, к человеку, да, то есть она может писать стихи, она может взять описание рентгеновского снимка и переложить его в стихах Пушкина, например, да, и будет реально очень похоже, или тоже на английском, как бы, слогом Шекспира описать, ну, и много-много других функций, она умеет суммаризировать, раскладывать по полочкам, то есть это действительно такое получилось, свойство сети стало таковым, что он очень сильно приблизился, скажем так, к человеку, да, к тому, как отвечает человек, и модель стала очень похожей на человека, и это вот такая действительно революционная история. Это то, что называют сильным искусственным интеллектом? Нет, ну, конечно, до сильного там еще, как бы, достаточно далеко, но это очень серьезный шаг к этому, и, как бы, это взбудораживало и все научное сообщество, и разработчиков, и во всем мире, как бы, сейчас это внедряется в разные решения, в том числе и в медицине, но я думаю, мы до этого дойдем еще, порассуждаем по использованию, да, в медицине. Ну, вот мы сейчас должны как раз подойти конкретно к вопросу, где сейчас уже на практике применяют искусственный интеллект, но вот по вашему описанию я поняла, что, наверное, самое первое и самое понятное, где его можно использовать, это вот в анализе каких-то изображений, измельченских изображений, перегеновских снимков, там УЗИ, МРТ, КТ, вот каких-то новообразований, наверное, на коже очень хорошо, там меланом, да, то есть то, что просто видно и... Ну, да, действительно, наверное, медицинские изображения это одно из первых направлений, которое, в принципе, в медицине запустилось, и достаточно много разных команд, я узнаю, достаточно серьезная, продвинулись коллеги из Ярославля, с которыми мы общаемся в части анализа медицинских изображений в колоноскопии, ну, тут подход такой же, да, то есть хорошие данные, правильный математический аппарат, собственно говоря, не знаю, может, Сергей Олегович это расскажет тоже про свою работу, и, да, очень разные применения, начиная от КТ легких, да, вот коллеги в Москве, я знаю, активно это использовали во время ковида, да, когда искусственный интеллект определил патологию, и главное, что позволяет быстро считать, например, количество пораженных участков, да, то есть, ну, вот это вот рутинную работу, но и позволяет не пропустить. Я знаю, что коллеги из Берметии рассказывали мне, что в рамках вот этой работы по, просто по КТ, по такому, по рутинному, да, несколько случаев онкологии были выявлены, как-то так подспутно, да, которые были пропущены врачами. То есть, конечно, это та вещь, у которой не замыливается глаз, она не устает, понятно, что сейчас еще, наверное, все-таки решение принимает врач, в конечном счете, но как подспорье, как такой, скажем так, копайл, сейчас такой есть термин, да, копайл, да, это некий такой, твой помощник, второй пилот, который помогает тебе. Вот это, наверное, тот, опять же, тренд, куда движутся, движутся все эти системы, да, то есть, это некий копайлот врача, который позволяет ему быстрее найти информацию, да, посчитать там, не знаю, количество пораженных историй, позволяет ему не пропустить что-то, подсказывать, обрати внимание, здесь вот такой подозрительный участок, оценивает качество, наверное, да, вот, может быть, Сергей Ильич расскажет проведенных исследований автоматически, ну, вот это вот, да, это, наверное, такое одно из первых очень таких значимых применений. Ну, давайте мы вот сейчас, прежде чем перейти к конкретным каким-то применениям, вообще в целом обозначим ключевые области, в которых в медицине мы можем использовать искусственный интеллект. Там у нас где-то был тоже слайд, вот, наверное, да? Скажите нам, пожалуйста. Про преимущество понятно, да, что, как бы, вот искусственный интеллект это преимущество, наверное, всей системе здравоохранения, конечно, и врачам мы проговорили, да, это некий co-pilot врача, снижение рутинных операций, в частности, например, голосовое заполнение, да, ну, мы чуть позже расскажем. Для пациентов, конечно, это различные боты, помощники, которые позволяют им не забыть о приеме к врачу, напоминают о лекарствах, предварительный сбор анамнеза, да, когда пациент, прежде чем прийти к врачу, с роботом общается, рассказывает ему, собственно, о своих проблемах, свой анамнез, и когда он приходит к врачу, врач уже готов, да, у него уже собран анамнез, он уже подготовлен, ну, и в целом медицинской системе, конечно, медицинским учреждением всему здравоохранению тоже огромная польза, он позволяет анализировать большие массивы информации, строить какую-то статистику, анализы, ну, и так далее, контроль качества соблюдения, начиная просто взаимодействие и заканчивая точностью и эффективностью проведения той или иной операции. Вот с искусственным интеллектом, я хочу сказать, мы, может быть, еще врачи не встречались особо в медицине, мне кажется, все встречались, когда звонили в банки. Не, ну, это как бы, да, банки же у нас достаточно передовые, на самом деле, российский финтех, он объективно, один технологический, один из самых продвинутых в мире, а может быть, даже самый продвинутый, так-так сложилось, это как бы вообще принято. Наш финтех как бы действительно очень передовой, поэтому многие технологии, которые в банке уже прошли, риск модели, использование больших моделей, вот сейчас как бы банки стартуют первыми, и в том числе наши такие лидирующие банки, такие как ЗБР, и дальше тоже идет в другую область, ну, просто, вот тут на слайде, обратите внимание, коллеги, да, представлены основные как бы направления, это и телемедицина, медицинские изображения, система поддержки и принятия решения, вот, опять же, я знаю, массовские коллеги сейчас используют решение там топ-3, топ-1, когда система, основываясь на жалобах, на медицинских данных, на диагностике, подсказывают врачу топ-3 или даже топ-1 диагнозов предварительно, диагнозов, да, и врач может свериться, как бы, да, сейчас мы об этом подробнее еще поговорим, новые роботы, новые лекарства, роботы-хирурги, да, ну, вот коллеги, да, из McKinsey посчитали, что в 30-м году там до 50% в принципе таких вот рутинного времени все здравоохранение будет искусственным интеллектом высвобождено, что, конечно, круто, потому что мы, как пациенты, очень страдаем от того, что часто врачи не уделяют нам внимания, да, достаточного, да, для того, чтобы, может быть, чуть глубже копнуть, и это, как бы, мы понимаем, что это много рутины, писанины и так далее. Вот с одной стороны, конечно, да, что ты пришел к врачу, он уже все там про тебя почитал за две минуты и все знает, а с другой стороны, мне кажется, что пациенты, им же очень важно просто прийти, пожаловаться, поговорить. Нет, я говорю, на это время будет больше, то есть мы рутинные операции убираем, а вот это взаимодействие, конечно, должно остаться, да. Кстати, да, вот я себя все время ловлю на мысль, что мы уже перестали работать как врачи, работаем как менеджеры, потому что вот огромное количество сейчас вот этих разработанных каких-то программ, в которые ты должен обязательно вбить всю информацию, и ты сидишь, и ты вообще даже уже не смотришь на пациента, а вот это пишешь, пишешь, вбиваешь, там что-то, вводишь. Это как раз одно из наших направлений, которым мы в ЦРТ занимаемся, да, у нас разработано решение войс-тумент, наверное, дальше по нему тоже какой-то будет слайд, сейчас мы покажем, который позволяет фактически голосом заполнять, заполнять голосом медицинские документы, сейчас разработано уже более 10 различных словарей, естественно, что в первую очередь это врачи и диагносты. А это где-то работает уже? То есть ты разговариваешь с пациентом, а программа сама заполняет? Она работает в большей мере не в первичном звене, а как раз у диагностов, КТ, МРТ, УЗИ, заполнение различных форм, например, как форма 88, такая достаточно сложная. И вот одно из наших самых больших внедрений, это в Москве, в департамент здравоохранения, мы с коллегами давно работаем, более того, даже наша совместная работа в прошлом году была удостоена премии правительства для молодых ученых, Михаил Иванович Мишустин ее вручал коллегам из НПКЦ, ДЗМ Москвы и коллегам из ЦРТ. То есть достаточно много врачей пользоваться и подтвержденное время, которое прямо с секундомером мы замеряли, это более 20%. А вот, например, по форме 88, это более 50% экономия времени. И ежедневно понятно, что это время, которое высвобождается либо на новые исследования, либо на какие-то другие задачи. То есть ваша программа распознает голос врача и вводит сразу в... Да, она распознает голос врача и сразу вводит его в необходимое место в медицинской информационной системе. Это может быть либо просто свободный ввод, либо, если, например, это, если это, например, врач УЗИ, то он может просто называть определенные поля, как бы, да, там, почки, печень, да, и система понимает, что нужно именно в это поле вписать следующую информацию. То есть говорить все-таки надо как-то по-особенному? Ну, на самом деле нет. Если мы имеем в виду структурное заполнение, то да, то есть нужно все-таки выбирать поля и двигаться. Если мы говорим, например, про описание, собственно, снимка, да, там, например, КТ или рентген, то там, собственно, врач в свободной форме, в привычной ему форме, опять же, какие-то вещи ему может напечатать, может, как бы, додиктовать какой-то маленький кусочек, то есть там достаточно гибкая система, она не обязывает его либо диктовать, либо печатать. Можно совмещать. А, кстати, вот распознавание голоса вот в том же мессенджере, да, работает? То есть когда ты можешь наговаривать сообщение, а тебе он пишет текст. Да, в чем принципиально отличие, да, и почему, как бы, вот, собственно говоря, почему нельзя использовать просто базовые вещи? Для того, что, ну, мы понимаем, что для врача очень сложно потом вернуться, перепроверять, это отнимает огромное количество времени. Когда вы пишете короткую смс, наверное, там, ну, она достаточно часто ошибается, я сам пользуюсь, все равно приходится плаву поменять, но это убивает весь эффект. Поэтому мы сосредоточили то, что мы сделали специализированные словари. Мы закачали огромное количество текстовых документов, вот спасибо огромное коллегам из ДЗМ, из Москвы, из Петербурга, центра Алмазова. Собрали огромное количество документов обезличенных, и на них обучили специализированные словари. КТ, МРТ, по разным отделам. Тем самым мы достигаем очень высокое точное распознавание, там, до 99% практически. То есть система ошибается очень-очень редко. Понятно. Плюс она сама там всякие сокращения ставит, например, там, если это единица. Она высокопрофессионная. Единица хаусфилда, она поставит сокращение, ну и так далее, и так далее. И тем самым достигается та самая скорость. Будущее, как раз то, над чем мы работаем сейчас, это как раз использование больших языковых моделей, тех самых вот LLM. В частности, вот мы работаем с коллегами, которые делают такую российскую LLM-гигачат, команду с Бирдевайс. Эта штука позволит нам уже быть еще более гибкими. Например, на первичном премии она позволит нам с вами пообщаться, вы будете спрашивать, Дмитрий, как дела, что болит? Я говорю, болит, я говорю, что это живот, ну и вот это все. Дальше вы мне говорите, ну слушайте, там, не знаю, сходите, сделайте гастроскопию. И языковая модель позволит нам из нашего с вами диалога, большая языковая модель, да, и вот тоже гигачат, позволит нам заполнить необходимые поля протокола. Очень грамотный медицинский язык. Сразу, ну, языком тем, которые вы будете говорить, как бы, ну сразу разбросает по нужным полям. То есть вам не нужно будет потом садиться за компьютер и все, что вы мне проговорили, и я вам сказал, забивать. То есть сразу из той записи, которая будет просто простого нашего общения, она по полочкам сама уже разложит. Вы мне сказали, что она может имитировать Шекспира. Я подумала, что она может сразу имитировать. Можно попросить ее сделать в стихах, конечно, да, но я боюсь, что руководство вашего медицинского учреждения не одобрит. Поэтому давайте пока заточимся. Не, понятно, что это некое будущее, да, и сейчас нужно еще дообучать. Я знаю, вот опять же, коллеги из гигачата, они очень активно сейчас обучают медицинский домен. Ну, это некий процесс, но это, на мой взгляд, реально прерывные истории, которые еще нам предстоит пройти. Давайте мы вот сейчас поговорим о том, что реально уже работает и обратимся к Сергею Владимировичу. Сергей Владимирович, вы как продвинутый пользователь и основоположник, фактически, внедрения искусственного интеллекта в нашей стране в клиническую практику. Расскажите нам про эндоскопию и использование искусственного интеллекта в ней, поскольку у нас все-таки гастроклуб. Да, коллеги, я с очень большим интересом слушал Дмитрия Викторовича. Мы на самом деле знакомы, очень и очень давно, когда уже Дмитрий Викторович занимался активно вопросами распознавания речи в медицинских различных исследованиях. И у нас очень хороший опыт модуля, целого модуля, который работает в отделении патоморфологии. И мы занимались и эндоскопическим модулем. В общем, это, конечно, направление действительно экономит наше время. То, что мне бы хотелось вам коротко продемонстрировать и показать, это такие наработки, достаточно серьезные, которые имеют и патенты, и которые, я думаю, в ближайшем обозримом будущем может быть совместно с командой ЦРТ будут уже работать на наших врачей и помогать им в реальной клинической практике. Позвольте мне коротко показать это, потому что все-таки практическое применение требует определенных демонстраций. Ну, во-первых, мы на протяжении уже более чем 10 лет активно сотрудничаем и взаимодействуем с Медицинским Сирославским университетом и не так давно представляли данные о наших собственных работающих эндоскопических системах и министру здравоохранения и главному онкологу страны и губернатору, которые действительно интересуются современными технологиями и поддерживают их дальнейшее развитие. Что же это за технологии? Ну, три, наверное, направления мне бы хотелось выделить и если необходимо будет Дмитрий Викторович может быть меня поправит и добавит три направления. Это диагностика, это характеристика и дифференциальная диагностика каких-либо эндоскопических изображений в пищеводах желудка и толстой кишки и это контроль качества и тестирование врачей, потому что накопленная огромная база данных Big Data очень хорошо подходит к организации экзаменов тренингов натаскивание врачей на видение той или иной патологии, которая редко встречается. Собственно говоря, это одна из задач программы искусственного интеллекта накопить большую базу данных и позволить ей пользоваться как в качестве помощника ассистента врачам, которая не имеет, например, большого опыта диагностики начальной стадии рака пищевода и желудка, но имея такого помощника за своим плечом, который внедрен в эндоскопическую систему, они могут не ошибиться и не пропустить малознакомое патологическое образование. Итак, начнем с диагностики. Очень два коротких примера. Мы тестировали первую систему, которая поступила на наш рынок, систему искусственного интеллекта Discovery, и мы были включены в десятицентровое европейское исследование и участвовали, демонстрировали эти возможности в различных международных в том числе курсах. И вот посмотрите, малюсенький, маленький, плоский полип восходящей ободочной кишки, который еле заметен, но заметен опытному специалисту. А программа быстро рамочкой выделяет этот полип и позволяет даже начинающему специалисту не ошибиться обратить на эту область повышенное внимание. Для чего это надо? Потому что выявление полипов, выявление аденом, это ключевой фактор успеха современной скрининговой полоноскопии, потому что мы ищем и должны искать предраковую патологию. И вот посмотрите, один из ведущих разработчиков, профессор Александр Репичик, говорит о том, что у молодых врачей системы искусственного интеллекта позволяет на 15% более эффективно проводить диагностику такой предраковой патологии в кишке. Вот наша собственная разработка Ярославского медицинского университета диагностика полипов. Она же очень простая. Дмитрий Викторович объяснил примерно то же самое, что автопилот Тесла, который вычисляет различные типы автомобилей, так и здесь система видит различные типы образования и вот квадратиком выделяет нужное для нас патологическое образование. малюсенький 5-миллиметровый полип. Еще два слайда по дифференциальной диагностике. Вот одна из наших первых работ, которая была сделана еще с австрийской группой математиков по определению ранних форм рака желудка. И здесь мы определяем не только саму опухоль, но и определяем ориентировочную степень глубины инвазии, то есть позволяет современная программа проводить в какой-то степени предсказания стадирования опухоли для того, чтобы понимать в каком направлении дальше маршрутизировать нашего пациента. Вот еще ведущие японские эксперты говорят о том, что риск лимфогенного метастазирования оценивать можно очень точно и в желудке, и в пищеводе. Короткий пример пищевода, наша совместная работа с Лондонским университетским госпиталем. На протяжении полутора лет мы тестировали различные типы ранних раков, рисунков, изображений ранних раков пищевода, и на основании этой работы были сделаны очень интересные выводы, когда мы создали систему искусственного интеллекта, которая с высокой точностью дифференцирует воспалительные изменения от рака пищевода и помогает нам прогнозировать глубину инвазии опухолей. Ну и, наконец, последняя новейшая эндоскопическая система, которая прошла в нашей клинике в Институте пластической хирургии. Это Кедай, это система, которая не только диагностирует полипы, но и определяет их, характеризует их. Вот посмотрите, внизу этого маленького экрана появляется слово неопластик. Справа мы видим желтого цвета, пятно, которое как раз говорит о том, что это раковая опухоль, и этот маленький 6-миллиметровый полип уже является злокачественным. Ну и, наконец, тестирования, вот тоже о чем говорил Дмитрий Викторович, и спасибо вам большое за такое представление этих важнейших направлений в нашей работе, это контроль слепых зон, например, в желудке. Вот существует определенный протокол, как мы должны провести гастроскопию, чтобы не пропустить какой-либо важный для нас объект. Такую программу пока создали только китайские эксперты. Хонган Ки Ю сделал такую программу, он представлял ее в Ярославле в 2019 году, прототип этой программы, и я думаю, что в ближайшее время у нас будут определенные серьезные свои собственные разработки, которые позволят, ну, например, мне, как руководителю эндоскопического отделения крупного, оценивать работу свою и своих коллег, правильно ли и полностью ли выполнены исследования верхних отделов пищеварительного тракта. Вот на этом мне бы коротко хотелось завершить свой обзор уже работающих и внедренных технологий. Да, извините, вот еще что, над чем мы сейчас трудимся вместе. Это определение автоматической тотальности колоноскопии. То есть мы должны понимать, и руководитель отделения, и руководитель клиники должен понимать, что колоноскопия выполнена полностью у пациента, и кончик эндоскопа доведен до устья червеобразного отростка. В разных странах, например, в Америке не сделан такой снимок врачом, не вклеен в протокол, значит, скрининговая колоноскопия не засчитана. У нас же есть, собственно, разработка автоматического определения вот этой точки колоноскопии. она еще сыровата, требует доработок, но я думаю, что в ближайшее время мы натренируем глаз эндоскопа, который будет более точен, чем глаз современного врача-эндоскописта. Спасибо за возможность представить и поделиться нашей практической работой, но это действительно серьезные отечественные разработки, которые могут наравне в ближайшее время конкурировать уже с западными и азиатскими системами. Спасибо, Владимир Владимирович, вы нас поразили просто с технологиями, которые, оказывается, уже используются. Давайте подытожим, то есть, значит, искусственный интеллект в эндоскопии, в гастроэнтерологии у нас вот пока, да, для того, чтобы быть как купайлотом, да, то есть помогать врачу, если он пропустил какой-то полип, его увидеть, и второе важное направление это контроль качества эндоскопии. Ну и голосовое заполнение, да, тоже. То есть у нас три как бы таких направления. Контроль, да, вот изображение и видеоизображение, контроль качества, ну, понятно, что смысл тоже, мы контролируем изображение и видео, но для задач качества, да, то есть первая задача это копайлот, не пропусти, как я понимаю, вот, Сергей Ильич, вторая задача контроль качества, и третья история это вот использование голоса, голосового заполнения В принципе, вот три направления у нас получаются в томоскопии, в гастроскопии уже активно используются на самом деле. Это, наверное, мало где, да, Сергей Владимирович? Вот у вас такое передовое отделение, но это, наверное, не повсеместно пока доступно. Что нужно для этого? Какая-то программа специальная к эндоскопам? Ну, наверное, зарубежные разработки есть, вот некоторые из них уже зарегистрированы на территории Российской Федерации, но они, к сожалению, привязаны к одному производителю эндоскопической техники. Они не универсальны. Если в эндоскопическом центре есть различные эндоскопические системы различных производителей, то очень сложно одну систему использовать на каждом рабочем месте. Поэтому я думаю, что будущее за отечественными разработками, за отечественными технологиями. Очень хорошую мысль вот сейчас озвучил Дмитрий Викторович. Мне кажется, вообще-то было бы круто, когда современный специалист, держа в руках гастроскоп или колоноскоп, проводя исследование гастроэнтрологическому пациенту или онкологическому пациенту, который имел возможность автоматической оценки тех или иных состояний, тех или иных образов и параллельно мог бы диктовать протокол и фактически озвучивать, что он видит, что автоматически сразу попадало бы в протокол эндоскопического исследования. Ну вот это, наверное, будущая модель нашей эндоскопии, которая будет надежным помощником и гастроэнтрологом, и онкологом в их работе. Ну да, и тот самый Кой Павел, даже если фантазируя дальше, понятно, что те же модели позволят нам не только распознавать, что там обнаружил какой-то полип, но и дальше можно идти следующим. То есть помимо подсветки на изображение, то, что показал Сергей Владимирович, такие опытные врачи, допустим, как Сергей Владимирович, они могут формировать некую методику, что обнаружил такую-то вещь. Подсказывать молодому врачу, что не забудьте сделать вот это, не забудьте посмотреть вокруг. Ну то есть какие-то такие вещи уже специализированы. И, собственно, вот этот Копайлот, он будет давать возможность и подсвечивать, скажем так, на изображении, давать возможность записывать какие-то мысли или описания врача, но и даже с ним вступать в какой-то диалог, какие-то вещи ему прямо подсказывать в процессе, что обрати внимание, здесь вот там не забудь вот это сделать. Потому что, как бы, вот эта вот история, ну мне нравится просто этот термин, да, Копайлот. Движемся мы туда, как бы, и мне кажется, это будет хорошее поспорье. Ни в коем случае, конечно, искусственный человек не заменяет врача, это очевидно. И нигде сейчас такого нет, но некий подсказчик-помощник, как бы, это, наверное, действительно то. Тем более, что мы понимаем, что не все врачи такие опытные, как вот в клинике Сергея Владимировича, много молодых ребят. И это позволит им быстрее расти в профессии. А, и обучаться. И обучаться, да. Спасибо. Ну давайте мы еще чуть-чуть, чтобы немножко расширить наш разговор за пределами изображений, так, телеграфным стилем перечислим еще возможности искусственного интеллекта. Давайте поговорим сейчас, вот мы поговорили про изображение, да, что вот, ну, если мы говорим об эндоскопии, понятно, компьютерная томография, что вот у нас огромное количество... Конечно, любые изображения. Снимков, и вот мы эти изображения можем потом уже даже ретроспективно проанализировать и найти там какие-то нозологии, если используют искусственный интеллект, где пропустили, например, рак. Вы уже рассказывали эту историю, да, о том, что был ковид, сделали огромное количество снимков, а потом система искусственного интеллекта, где это в какой-то области это проводилось. Я сейчас, да... Проанализировала, и там у 20 или 30 человек нашли рак на ранней стадии. Да, и, собственно говоря, к этим людям вернулись, да, и, собственно говоря, их вызвали, да, и удалось, собственно говоря, определенное действие предпринять, да, иначе, собственно говоря, эта история была бы пропущена. Второе, ну, как мы говорили, направление это... То есть понятно, что будущее снимки это здорово, но это только один из элементов, да, одна из диагностических историй. И, конечно, когда мы работаем с пациентом, и врач работает, гастронтеролог, конечно, ему, я понимаю, очень важно анализировать все, и анализы крови, и другую диагностику. А вот это как раз система поддержки. Да, система поддержки принятия врачебных решений, и это как раз то, что, на мой взгляд, опять же, с появлением вот этих вот, простите, я так часто говорю, потому что, действительно, это нас, как инженеров, ученых, очень драйвит возможности языковых моделей. Это то, что позволит, действительно, на достаточно высокий уровень вывести вот эту поддержку принятия решений. Потому что понятно, что не всегда есть возможность у врача на приеме проанализировать все, что было там 10 лет назад. Давайте немножко поясним. Вот я вот когда тоже готовилась к этой передаче, есть такой интересный альманах «Искусственный интеллект». У него прям целый номер посвящен искусственному интеллекту в здравоохранении. И там есть тоже такие данные, что, согласно информации Департамента здравоохранения города Москвы, системы поддержки принятия врачебных решений была внедрена во всех взрослых поликлиниках Москвы с октября 2020 года. То есть человек приходит на прием к врачу, а у врача уже вся имеющаяся документация, которая есть в цифровом виде для этого пациента, она что ли как будто бы проанализирована и дает подсказку врачу о каком-то предварительном диагнозе, основываясь на данных предварительных, там анамнезы, жалоб, анализы, которые были, да? Прежде всего, жалобы, да, и анамнез, как бы, да, прежде всего. Но коллеги сейчас, насколько я знаю, развивают эту систему именно с точки зрения полной анализы, то есть некий такой цифровой образ пациента. Почему это возможно в Москве, да, и почему как раз коллеги из ДЗМ такими семимильными шагами двигаются? Потому что в Москве есть централизованная медицинская информационная система, в которой данные, конечно, структурированы, да, то есть любой... Это вот это ЕМИАС, да? Да, любой медицинской, как бы, любой системе, которая обрабатывает данные, очень удобно, что они есть в одном месте, они уже цифровые, они структурированы, поэтому это позволяет очень быстро с ними работать. Понятно, что когда у пациента... Бумажная вот такая карточка. Бумажная карта, которую он где-то там в другом месте, он ее приносит, выкладывает на стол. Это сложно, но и здесь, как бы, опять же, мы рассчитываем, что технологии позволят нам достаточно эффективно распознавать, собственно говоря, то изображение, которое есть, ну, считывать просто написанные карты. И дальше как раз языковые вот эти большие ЛЛМ, наверное, в ближайшем будущем позволят нам это разнести и оцифровать. Я вот, кстати, подумала с точки зрения врача-гастроэнтеролога, у нас же врачи, пациенты с такими тяжелыми органическими заболеваниями, типа рак или язва, они не часто встречаются, а большая часть пациентов у нас функциональные, то есть те, у которых по большому счету ничего нет, но все время все очень сильно болит. И иногда бывают пациенты, которые реально приходят с рюкзаком или вот с таким пакетом, и там не то, что вот такая карточка, там вот тонна обследований, где ничего не находят. И когда ты ему говоришь, ну, вы здоровы, у вас нет никакого заболевания, они тебе не верят. А если бы тут вот как раз компьютерный мозг бы им выдавал, что вы здоровы... Я читал какой-то случай, ну, где-то в Европе или в Штатах, да, когда одна пациентка лет 40 мучила врачей, как бы у нее искали онкологию, но не находили, и когда там уже было за 80, но у нее все-таки нашли, она сказала, ну, видите, я же вам говорил. Я к тому, что, наверное, да. В принципе, опять же, повторяясь, возвращаясь к тому, с чему мы начали, для любого машинного обучения это данные. Конечно, когда данные у нас находятся в бумажном виде, разрозненном виде, поэтому, конечно, задача здравоохранения любого во всем мире, это максимальная консолидация всех данных о пациенте в одном месте, их оцифровка, да. Это первый шаг к тому, чтобы двинуться, как бы, к эффективному здравоохранению. Если успеем, поговорим об этическом моменте, потому что это одна сторона, что эффективно и классно мы можем подставить диагнозы и назначать лечение, а с другой стороны появляются такие вопросы, а насколько это безопасно, что сейчас наши данные будут использовать там. Ну, в общем, ладно, давайте об этом чуть попозже. Сейчас я еще хотела несколько пунктов, как может использоваться искусственный интеллект. Вот об этом мы тоже уже так бегло поговорили, про виртуальных ассистентов, да, то есть это есть виртуальные ассистенты врачей, которые вот заранее до приема собирают анамнез, там записывают жалобы, распределяют пациентов по срочности и критичности, маршрутизируют пациентов, подготовят их к медицинским процедурам. Вот, например, для колоноскопии у нас подготовка. Особая история – это группа пациентов с хроническими заболеваниями, которые должны находиться на постоянном диспансерном наблюдении. Вот у нас тоже есть разработка, мы с коллегами как раз из Москвы и в Питере внедряем. Система, которая обзванивает постоянно, держит, скажем, связь с диспансерными больными, опрашивает параметры, заносит в систему. Да, спрашивает, вы померили сегодня давление. Какое давление, как себя чувствуете, там, опишите, да. То есть это вот, как бы, это та вещь, которую раньше делали медсестры, или средний, или даже врач был в нужном этим заниматься. Это вполне может делать робот, как бы, спокойно, а может пять раз переспросить, сто семьдесят раз ответить, как бы, выслушать тридцать минут все боли и жалобы, вежливо, спокойно. В этом плане, как бы, робот делает все просто. Ну, вот как раз тоже, читая об актуальности, почему вот это стало важно, потому что у нас, пишут, по крайней мере, так, растет очень сильно доля пожилого населения, и, там, к какому-то году считается, что каждому человеку, там, каждые два дня нужна будет какая-то медицинская помощь, и что система здравоохранения вообще не сможет с этим справляться. И вот как раз такие виртуальные ассистенты совершенно в разных областях, в экстремальной медицине, по здоровому образу жизни и так далее, могут замечательно консультировать пациентов, сортировать их и так далее. А вот еще интересный такой момент, который я вычитала про искусственный интеллект в здравоохранении, это носимые портативные устройства, которые человек, там, надевает на руку, например, он целый день собирает информацию, давление, пульс, еще что-то, а потом выдает в качестве рекомендации, а вам бы сегодня там побегать, а вам бы поменьше есть. Нет, мне кажется, это вообще уже вошло в нашу жизнь, собственно говоря, огромное количество спортивных часов, браслетов, сейчас есть кольца, которые измеряют, в основном, конечно, они оперируют с пульсом, да, вариабельность. Но это они просто измеряют, а тут речь идет о том, что выдаются какие-то рекомендации. Сначала нужно измерить, и чем качественнее вы измерили, тем выше данные, а дальше, естественно, что это уже поступает на какие-то приложения, какие-то системы, которые на основании этих данных уже, как бы, анализируя, понимая ваш вес, там, сколько вы прошли, сколько вы пробежали, тут, как правило, встроены акселерометры, уже выдают вам определенные рекомендации, смотрят ваш сон, и в совокупности, ну, опять же, чем дальше, тем эти рекомендации будут точнее, надежнее, и, конечно, это тоже является важным подспорьем для врача, когда вы, когда вы можете пациента мониторить не только, когда он к вам пришел раз в полгода, как бы, да, со своей пачкой документов, а смотреть, а что с ним происходило в последний месяц, например. Это особенно для больных, наверное, с сахарным диабетом, гипертоническим. Я думаю, для всех. А вот еще тоже пишут о том, что скоро вот в это все будет еще включаться данные генетики, потому что нам доступно полногеномное секвенирование, данные по микробиоте, и, то есть, у нас будет настолько вот эта прецизионная медицина, что просто вообще... Не, ну, это же здорово, да, какие-то поведенческие истории. Понятно, что, еще раз повторюсь, как бы, человек очень сложная система, да, с огромным количеством параметров, поэтому, чем больше различных срезов, как бы, и информации у нас есть, сейчас современная система позволяет очень большой контекст держать, да, то есть, не только анализировать пульс, но и обрабатывать огромное количество очень разнообразной информации, да, то есть, современные нейронные сети могут работать одновременно с изображением, с текстом, с звуком, не знаю, там, с пульсом и так далее, и всего из этого строить определенные выводы, да, то есть, вот человек не в состоянии держать там большой контекст, да, то есть, вы смотрите, условно говоря, кардиограмму, да, вам очень сложно, как бы, держать в памяти еще предыдущие анализы за 20 лет, да, и образ жизни, ну, то есть, как бы, вы переключаетесь, но все-таки мы в этом плане подотстаем технологии, к сожалению, а вот для системы это не проблема. А вот еще про психическое здоровье тоже интересные моменты, это как раз вашу область, мне кажется, оказывается, что вот голос, там, речь человека и так далее очень сильно изменяются в зависимости от психоэмоционального состояния, что вот сейчас тоже разрабатывают какие-то такие системы, которые мониторируют там по каким-то параметрам, да, и определяют, насколько человек находится в хорошем или плохом психическом состоянии и тоже дает рекомендации. Ну, да, есть такие истории, в принципе, это сравнимо с пульсом, да, есть большое направление, различные тренажеры для вот людей, перенесших инсульт, как бы, да, тоже, которые позволяют людей вернуть жизни, да, это такое достаточно серьезное направление. Голос, в принципе, очень важная модальность, поэтому много, много где она используется, да. Я даже сегодня, вот, готовясь к передаче, уже прочитала про какую-то такую программу, скачала себе на смартфон, проверила себе уровень депрессии, там сразу предлагаются, там какие-то техники релаксации, изменения мышления, ну, то есть все дошло на стойку. Ну, как человек, который занимается речью уже много-много лет, скажу, что пока, конечно, там уровень достоверности... Низковат. Низковат, да, то есть там, конечно, как один фактор, как дополнительный фактор к другим, да, это, как бы, действительно интересная история. Просто так вот сказать, что по голосу можно определять какие-то такие вещи, ну, наверное, пока с достоверностью там нужно поработать. Ну, вот у нас тут есть еще несколько примеров из, я так понимаю, из вашей, да, каких-то разработок, внедрений. Это просто пример как раз вот московской истории, наши коллеги с Бермитой. А вот это то, что мы уже рассказывали, да. Так, ну ладно тогда. Значит, мы, наверное, на этом, ну, все уже поняли возможности искусственного интеллекта, и что это на самом деле интересная штука, и ей надо заниматься и быть немножко... На самом деле мы даже до конца еще, мне кажется, не осознаем всей мощи, как бы, мы только постигаем возможности, да. Да, и, конечно, очень здорово, что медицинское сообщество, врачи начинают этой темой интересоваться. Понятно, что, как сейчас много держатся на таких энтузиастах, как вот Сергей Владимирович, как вы, но в целом это здорово, что, как бы, в медицине достаточно большое развитие, что очень отрадно, что технологии искусственного интеллекта, и вот все, что с этим связано, в России на очень высоком уровне. Ну, я вот пойду пример, ну, как бы, у нас в части голосовой биометрии, с познавания речи, что мы реально там в топ-1, в топ-3 на мировом уровне. Такая же история с видеоизображениями, с видеобиометрией. То есть, в принципе, это та область, в которой мы вполне себе движемся очень быстро и, как бы, местами и превосходим мировые аналоги. Понятно, что, как бы, коллеги тоже не дремлют, да, и двигаются, но это вот то направление искусственный интеллект, где мы вполне, как бы, себе молодцы, я бы так сказал. А, Сергей Владимирович, может быть, у вас есть что добавить к нашей беседе? Я думаю, что очень интересную тему вы сегодня взяли для нашего обсуждения, и мне кажется, что вот в хорошем смысле такой микс ключевого разработчика современных технологий и речевых технологий, и диагностики изображений, образов пригласили Дмитрия Викторовича Дырмовского, мне кажется, что эту тему надо обсуждать и дальше. И такое интересное и приятное обсуждение позволяет нашим слушателям не только получать новое знание, но и двигаться вперед даже со своими представлениями о сегодняшнем мире медицины и каким образом, вот мы говорим там про контроль качества. И это должно быть определенным посылом, что в ближайшее время мы все равно все проконтролируем. Поэтому надо думать о том, что эти технологии, они не только являются ассистентом, они еще и двигатель определенной прогресса. Они заставляют людей быть более профессиональными, они заставляют их быть более внимательными, и они заставляют быть в целом более полезными для наших пациентов. А можно я задам вот еще пару этических вопросов? Ну, я не знаю, насколько они к вам, но в целом все равно встает вопрос о том, что вот посоветовал искусственный интеллект поставить такой диагноз, назначить такие препараты, и ошибся. Это как-то регулируется у нас сегодня? Кто несет ответственность за это? Ну, это действительно большой вопрос, который во всем мире обсуждается. Мы обычно приводим примеры с автомобилем, что вот едет автомобиль, ему навстречу разные категории людей. Что должен решить искусственный интеллект, и почему он так должен сделать? В России есть создан такой кодекс этики искусственного интеллекта. Он был разработан сообществом и подписан. В частности, наша компания присоединилась к этому кодексу, где, в принципе, регламентированы определенные правила и требования к тем компаниям, кто занимается, обрабатывает данные, занимается искусственным интеллектом. И, конечно, мы стараемся этому кодексу следовать. И понятно, что очень важна, конечно, и работа с данными, и вот эти все определенные принципы, которые должны не навредить человеку, в широком смысле и человечеству. Конечно, это очень важные вопросы, на которые еще предстоит на многие из них дать ответы, но в целом сообщество об этом очень серьезно думает. А вот ваше мнение как большого специалиста? Мы все опасаются, что скоро искусственный интеллект захватит мир. Вот насколько мы близки к этому? Или это все фантазии? Ну, когда-то нам казалось фантастикой, что вообще можно будет распознавать речь с надежностью 99%. Сейчас это уже работает. Конечно, захват мира – это все-таки совсем, мне кажется, фантастика. Ну, а что, врачи останутся без работы? Да нет, конечно, такого никогда не будет, потому что мы понимаем, что в работе врача, помимо простых каких-то данных, очень важна интуиция, и опыт, и взаимодействие с пациентом. И все-таки нет задачи убрать врача, да. Есть задача дать ему хорошего помощника, который позволит ему делать его работу эффективнее, быстрее, меньше уставать, более профессионально. И все-таки все движется туда, и во всем мире технологии направлены именно на поддержку и взаимодействие с врачами. Поэтому, конечно, никуда мы вас не отпустим. Будем приходить к вам, да, и надеяться на то, что вы будете нам помогать. Ну, а технологии будут, конечно, вам в помощь. Так, ну, можно мне, пожалуйста, еще показать последний слайд? Я хотела, заканчивая передачу, вот тоже процитировать слова из этого альманаха, о котором я сегодня не скажу, но он меня просто поразил, я зачиталась. Вот, резюмируя наш с вами разговор, написано там так, роботы и модели ни в коей мере не заменят живого врача. Погласен. Но они способны существенно облегчить его труд. При этом, как от самих врачей, так и от чиновников из систем здравоохранения потребуется готовность принимать выводы алгоритмов, полагаться на автоматические системы и машины. Ведь уже в ближайшем будущем лечение почти всегда будет проводиться кентавр-системой из человека, искусственного интеллекта и целого набора роботов. Мы еще сегодня не поговорили про роботов-хирургов, которые делают уникальные операции, точнейшие микроскопики и так далее. И осознать и принять новую реальность молодым врачам стоит уже сейчас. Поэтому, дорогие друзья, движемся. Нет, это очень важно, чтобы действительно молодежь, чтобы ребята прямо сразу с медицинских вузов, мы очень много работаем с вузами, в частности, в центре медицинского образования Алмазова в Питере, даем себе решение, чтобы ребята со скамьи уже понимали, как с этим работать. Ну и будущий врач, это все-таки врач-программист, он все равно будет уже работать со всеми этими системами. Поэтому эти навыки работы с данными, с обучением, с машинами, машинами обучениями, они важны любому будущему врачу. Без этого уже никуда. Так что давайте двигаться вместе. Мне кажется, это симбиоз действительно врачей, ученых и разработчиков. Это то, что позволит нам сделать здравоохранение эффективнее и лучше. Дмитрий Викторович, вот у нас тут еще вопросы поступили. Сможем ответить? Можем, конечно. Первое. Добрый вечер. Какие системы поддержки принятия клинических решений являются наиболее продвинутыми и используемыми на сегодняшний день? Вы знаете? Я нет. Ну, я вот знаю про то, что те работы, которые идут в Москве, в частности, топ-3, на которые вы ссылались, насколько я знаю, в России это, наверное, сейчас одна из самых передовых, сейчас коллеги делают развитие этих систем. А это вот, собственно, готово. Понятно, что дальше в каждой области есть разная система. Вот, например, то, что показывал Сергей Владимирович в части работы в эндоскопии, да, насколько я понимаю, это действительно одни из передовых в России работ в части гастро- и колоноскопии. Тут нужно смотреть, конечно, конкретно в каждой предметной области. А как это вот делается на практике? То есть я, например, вот директор какой-то частной клиники, хочу себе вот такую программу принятия врачебных решений. Я обращаюсь в компанию разработчиков. Конечно, да, есть компания разработчиков, да, которые внедряют подобные решения, ну, в частности, допустим, как мы работаем, да, у нас есть продукт, в общем, голосовое заполнение. Если какая-то клиника или учреждение хочет заниматься, у нас есть бесплатная версия, врач может просто скачать, протестировать, как это работает. Дальше идет внедрение, там, в зависимости от медицинской информационной системы, она интегрируется, как бы, в инфраструктуру поликлиники или частные клиники, ну, и дальше гарнитуры врачи пользуются. В общем, это как обычная компьютерная программа. Ну, это обычное IT-решение, да, которое там интегрируется с... Так, справляется ли современный искусственный интеллект с описанием результатов лучевых исследований и ЭКГ-записи? Ну, лучевых точно справляется, ЭКГ-записи, я думаю, тоже без проблем. Ну, ЭКГ, я думаю, да, я так вот название сейчас не назову, но такие решения я видел, да. Какие мобильные приложения на основе искусственного интеллекта можно уже сегодня использовать в медицинской сфере? Ну, сложно сказать. Дело в том, что есть решения, связанные, вот я знаю, с анализом кожных образований, вот несложно, как бы... Здесь речь идет о мобильных... Насколько я поняла, что вот то, что официально использует медицинская организация, это все должно пройти кучу проверок, сертификации и так далее. А то, что человек, пациент скачивает себе мобильное приложение, это вообще без проблем, какие-то пациентские... Это называется помощник принятия решений для пациента. Что-то в этом духе, да. Это не подлежит никакой сертификации, поскольку там нет таких строгих рекомендаций там по поводу диагноза лечения, там просто обратитесь, пожалуйста, к врачу, у вас, возможно, злокачество новообразования на коже. Это да. Существуют ли продвинутые сервисы на основе искусственного интеллекта, позволяющие ускорить процессы заполнения медицинских... Да, это вот как раз то, о чем мы рассказывали. Это вот наше решение, которое мы делаем, называется Voice to Med, оно как раз позволяет голосом заполнять практически любые медицинские документы. Вот обращайтесь в ЦРТ. Сейчас у нас и диагносты, и УЗИ, и потом морфология, и даже есть словарь для терапевтов общий. Коллеги у нас из 91-й поликлиники в Санкт-Петербурге сами к нам обратились, попросили внедрить, использовать на приеме, на первичных приемах, хотя мы переживали, как это будет выглядеть. Но в целом, точка, назначение какого-то анамнеза врач совершенно спокойно диктует. Коллеги очень довольны, хотя с первичным звеном мы переживали. Мы ждали, пока мы сделаем прям совсем, как вот с большими моделями, как я вам рассказывал. Но нет, даже вот то решение, которое есть, коллеги прекрасно используют. Ну, конечно, в поликлинике, когда там 15 минут на пациента, это вообще огромное подходит. Ну, да, да, да. Просто мы переживали, как это будет с точки зрения взаимодействия. Потому что одно дело, ты диагност, ты сидишь где-то там в отдельном помещении, описываешь снимок, тут все понятно, это как бы пройденный, ну, или даже УЗИ. Здесь все-таки пациент, врач, как бы мы переживали, а если что-то спросит пациент, как это попадет в протокол, он не попадет. Вот, ну, микрофон, который с правильной чувствительностью, он позволяет записывать только у врача, то есть пациент не выпадает, и, в принципе, даже на первичном звене это уже неплохо работает. Ну, здорово. Ну, давайте прощаться. Спасибо большое, Валерия Олеговна. Надеюсь, как было полезно. Очень интересно. Постарались просто о сложном. Не знаю пока, насколько полезно, потому что, мне кажется, это немножко далеко от нас, но, по крайней мере, очень интересно, и мы узнали много нового. Тема многогранная. Многогранная, да, так что, я думаю, можно будет еще продолжить наше общение. Сергей Владимирович покинул нас уже, да? Ну, ладно. Нет, нет, все нормально, да. А, покажите нам тогда, пожалуйста, Сергея Владимировича, потому что мы вас не видим. А он что-то тут не очень хорошо с соединением, да, поэтому я пока так, я прощаюсь с аудиторией. Спасибо большое за приглашение и за такую интересную тему. Спасибо вам за интересное пока. До свидания, спасибо всем, до новых встреч.